Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Квилон Про. Сегодня я продолжаю цикл «Строим дом шаг за шагом». В этом видео я расскажу про нюансы размещения канализации на вашем участке, где следует расположить водопровод, а также что следует учитывать при выборе очистных сооружений, для того, чтобы они работали правильно. Итак, начнем с канализации. Очистные сооружения следует располагать там, где удобно их обслуживать, то есть вдоль границы участка, со стороны подъезда, где машина-осенизатор может удобно подъехать, перебросив свой хобот через забор, выкачать то, что собралось за несколько лет в очистных сооружениях. Давайте теперь разберемся, какие типы очистных сооружений бывают. Первый самый простейший – это выгребная яма. То есть яма, в которую попадают все стоки из дома, они там накапливаются, когда яма переполняется, ее нужно чистить. Такой тип канализации часто используется в садовых кооперативах из-за его простоты, но для современного коттеджа он не подходит, так как яма наполняется быстро, ее нужно постоянно выкачивать, она заиливается, и еще одним недостатком является то, что все стоки, которые попадают в яму, оказываются в верховодке, то есть в верхнем грунтовом слое воды, могут попадать в колодец, и даже в верхние слои сквашины, если она некачественно сделана. Следующим типом очистных сооружений, более удобных в обслуживании, является переливная канализация. Такая канализация состоит из двух емкостей. Первая – герметичная, вторая, заполнена щебнем, является дренажом. В первую емкость попадают все стоки и твердые бытовые отходы. Они там перебраживают, превращаются в активный ил, и эта яма со временем очищается. Следующая яма является фильтрующей, в нее уходит жидкая фракция, и она рассасывается по земле, и уходит в дренаж. Дренажных систем может быть несколько, это могут быть дополнительные кольца, это могут быть поля орошения, про то, какой тип лучше выбирать, расскажем далее. Выбор типа канализационной системы зависит от двух факторов, от свойства грунтов, и от уровня грунтовых вод. Про свойства грунтов нам расскажут геологические изыскания, и уровень грунтовых вод также можно узнать из отчета по геологии. Альтернативный вариант посмотреть уровень грунтовых вод, это заглянуть в соседский колодец, и там, где зеркало воды, там уровень грунтовых вод. Расстояние от низа фильтрующих траншей до уровня грунтовых вод должно быть не менее метра, чтобы те стоки, которые попадут в грунт, максимально очислились через фильтрационный слой земли, щебня, песка в вашей фильтрующей яме или траншеи. Поэтому при выборе канализации, если вы хотите делать самую простую переливную канализацию, уровень грунтовых вод должен быть не выше, чем 5,5 метра от уровня земли. То есть при обычной переливной системе это может быть следующее расположение. Септик через дорожку к дому проходит труба, фильтрующий колодец, с относом в 1,5 метра. Следует учитывать, что обычный объем септика рассчитывается из трехдневной нормы потребления воды семьей. Обычно для семьи из 3-4 человек это порядка 3 кубических метров. Если больше, то больше. В простой переливной системе первый септик делается из бетонных колец. Стыки между кольцами герметизируются. Снизу используется бетонное дно. Обычно диаметр колец берется в 1,5 метра. Лучше 2, тогда будем иметь небольшой запас по объему, но их неудобно монтировать. Поэтому в нашем случае взяли полутораметровые кольца. Вот так вот выглядит септик простой переливной канализации на плане. Если уровень грунтовых вод у нас не позволяет сделать фильтрующий колодец, то вместо него делаются фильтрующие траншеи. И тогда уровень грунтовых вод может повыситься до 3 метров. Тогда ориентировочно на плане система выглядит следующим образом. Септик у нас остается там, где и был. От него отходит труба, которая переходит в дренажные трубы, лежащие в слое щебня, которые обернут геотекстилем и который лежит на подушке из песка. Длина фильтрующих траншей рассчитывается согласно тех грунтов, которые находятся под трубами и согласно их поглощающих свойств. Это делается на основании геологических изыканий, еще раз повторюсь, сантехниками, которые проектируют систему канализации. Если уровень грунтовых вод еще выше, то тогда трубы фильтрующих траншей делаются практически вровень с землей. Сверху насыпается грунтовая подушка. Под траншеями выбирается грунт на расчетную глубину, засыпается щебнем, укладывается геотекстиль и так далее. В таком случае труба канализационная из дома выходит на максимально близкой к поверхности высоте. Для этого труба должна быть утеплена. Все трубы, которые идут от траншей к септику и колодцу подъема воды, в котором стоит насос и подает воду после септика в траншей, должны быть утеплены. Также утепляется верх септика и верх фильтрующих траншей с промежуточным колодцем. Об этом нужно помнить, потому что если замерзнет канализация, ничего приятного в этом не будет. Для того, чтобы не поднимать участок впереди и делать впереди фильтрующие траншеи, это можно сделать в удобной стороне. Тогда в месте подъема сточных вод делается колодец. После него вода подается под напором фильтрующей траншей. И они могут находиться практически в любом месте участка. Единственное, что следует учесть, что от систем канализационной очистки до скважины или колодца должно быть не менее 20 метров. Поэтому мы должны правильно спроектировать всю систему заранее. На планах мы показываем ориентировочное возможное размещение полей фильтрации, фильтрующих траншей или септика с дренажным колодцем. В каждом случае их расположение выбирается индивидуально. Дальше типовые решения по канализации мы рассмотрели. Теперь переходим к водопроводу. После того, как мы выбрали место расположения очистных сооружений, можем приступить к выбору места для расположения скважины или колодца. Расстояние от фильтрующих траншей, фильтрующего колодца или полей фильтрации должно быть больше 20 метров до систем водозабора. Самое сложное по размещению водопровода и канализации, а также дома, являются небольшие участки совдовых товариществ, так как нужно учитывать не только размещение канализации на своем участке, а также выгребные ямы, туалеты и компостные кучи на соседских участках, которые бывают расположены в самых неподходящих местах. Поэтому мест для скважины или колодца очень ограничены. Учитывайте также, что при изготовлении скважины нужно очень тщательно ее запаковать или затампонировать. Об этом знают те, кто делает скважины, но далеко не всегда выполняют эту процедуру, чтобы вода верховодка не попадала в нижние слои водоносные и не загрязняла вам водозабор. То же самое нужно делать с колодцами. То есть нельзя допускать попадение верховодки в водонесущий слой, а также воды от таяния снега и так далее. Для этого все стыки между кольцами скважины должны быть заделаны. Сверху должна быть сделана глиняная забирка, которая не позволяет попадать между кольцами и грунтом в воде, а также полутораметровая отмостка. Рекомендуем относиться к этому вопросу с максимальной серьезностью, ведь то, что попадет к вам в скважину или в колодец, вы будете употреблять потом в пищу. Поэтому делайте все продуманно, тщательно и с максимальным вниманием. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал здесь, смотрите ролики из цикла «Строим дом шаг за шагом» здесь, и до встречи в следующих видео.